приветствую вас на канале медлига коллеги меня зовут константин князев я врач ультразвуковой диагностики преподаватель и клинический специалист компании медлига вы часто спрашиваете нас а зачем покупать два линейных датчика сегодня мы сравним датчик с частотой 7 мегагерц и 10 мегагерц и посмотрим зачем нужен каждый из них повседневной практике правая доля щитовидной железы неплохо визуализирована обоими линейными датчиками однако разница в детализации изображения на лицо для пациента с хорошим их окном я бы предпочел использовать датчик 10 мегагерц а для пациентов с избытком массы тела лучше иметь запасе датчик 7 мегагерц внутренняя сонная артерия хорошо видна лишь на проксимальных сегментах при использовании датчика 10 мегагерц когда линейный преобразователь 7 мегагерц позволяет проследить артерию до входа в череп при попытке использовать pw доклер явное преимущество за низкочастотным датчиком прекрасно читается спектрограмма увеличиваем глубину сканирования оборудование на основной частоте 10 мегагерц с трудом отслеживает кровоток позвоночной артерии в то время как на частоте 7 мегагерц отображение потока происходит легко и непринужденно дополнительно усложним задачу переходим на нижнюю треть бедра контуры бедренной артерии слабо угадываются на высоких частотах а вот на низких задача выполняется уверенно осмотр вращательной манжеты линейным датчиком 7 мегагерц наводит на мысли о ее неоднородности и возможно повреждение эти иллюзии развеются как только поставим датчик 10 мегагерц поверхностные мягкие ткани бедра детальные четко видны на высоких частотах однако если вы хотите оценить глубоко лежащую головку бедра и хрящевую губу то без низких частот не обойтись срединый нерв неплохо визуализирован на преобразователи 10 мегагерц хорошая рабочая картинка преобразователь 7 мегагерц в данном случае оставляет желать лучшего иногда требуется детально рассмотреть желчный пузырь у моего худенького пациента оба датчика справились задачей однако ограничение глубины сканирования на датчике с основной частотой 10 мегагерц сделают его бесполезным у пациента с избытком массы тела сейчас на экране визуализация сухожилия четырехглавой мышцы бедра разница в качестве изображения очевидны безусловно выигрывает датчик 10 мегагерц спасибо что досмотрели ролик до конца если у вас появились вопросы обязательно напишите их в комментарии ваши вопросы это новые темы для наших роликов мы их очень ждем по поводу заказа оборудования напишите менеджерам компании медлига их контакты вы найдете в описании удачи в работе коллеги и и и и и